Здравствуйте друзья! Настоящая история, выпуск 8. Знаете ли вы, когда была основана Москва? Мы отпраздновали ее 870-летие, однако это был не день рождения столицы, всего лишь существование четырех слов в повести сомнительного происхождения и неясной датировки. Прииде ко мне, братьев Москов. А из самой этой фразы становится понятно, что в 1147 году Москва вовсе не основывалась, а уже существовала. В самой же Москве научная датировка выписывает возраст в 2900 лет. Этот факт определен радиоуглеродной датировки и подтверждается летописными источниками. На стенах пирамид Майя нашли надпись «Малая Луна разбилась». Да, согласно преданиям, когда-то у Земли было три луны – Лёля, Фатта и Месяц. Леля была разрушена 113 тысяч лет назад, ее осколки упали на Землю и вызвали катаклизмы. Погибло множество людей, северный континент Дария погрузился под воду. Вторая луна Фатта разрушилась около 13 тысяч лет назад и, как Леля, обрушилась на Землю каменным дождем. Очередной потоп поглотил Атлантиду. Осталась вот последняя луна – месяц. О Римском пантеоне Римский пантеон был построен на месте сгоревшего от удара молнии языческого храма. В 126 году нашей эры пантеон был посвящен семи главным римским богам – Юпитеру, Венере, Нептуну, Марсу, Меркурию, Плутону и Сатурну. В 609 году языческий храм осветили, как христианскую церковь Святой Марии и мучеников. После этого события упоминания пантеона в истории прекращаются на 900 лет. Не сохранилось ни чертежей, ни технологий, ни инструментов, объясняющих происхождение пантеона в те далекие времена. Между тем, купол пантеона до сих пор является самым большим в мире сооружением такого типа без подпорок. Пушкин был потомственным масоном Членами лож были его отец и дядя Василий Львович. 18 августа 1953 года Святогорский монастырь закрыли для посещения. В этот день шла реставрация могилы Пушкина. При раскопках обнаружены два человеческих черепа и кости. Экспертиза показала, что кости принадлежат людям пожилого возраста. Захоронение черепов в специальной камере над склепом – это часть ритуала масонов, который называется «Мертвая голова». Мертвая голова – важный символ. Она участвует в обряде приема в первую ученическую степень масона и переходе в последующие. Она же провожает умершего брата в мир иной. Масоны изображали мертвую голову на надгробных плитах, клали черепа в могилу. На Урале нашли сотни полуразрушенных мегалитов и строений. Карьер «Старая линза» слишком хорошо вписывается в наследие старых цивилизаций. Официально здесь добывали талькомагнезит, но «Старая линза» очень похожа на древние ступенчатые пирамиды и строения Индии. Дно у «Старой линзы» ровно выложено плиточкой, карьер построен со ступеньками. Поэтому тут вряд ли что-то добывали. С 1974 по 2017 карьер законсервировали, потому что откачивали заполнявшую его воду. Как только в начале 2010-х люди начали активно интересоваться карьером выкладывать его фото в интернет, насос внезапно вышел из строя и потопил карьер. Кровавую тиранию на Руси в 1471 году выдали за битву объединения. В 1471 году московское войско билось с новгородским ополчением, требуя подчинения Новгородской республике. Московская агрессия буквально уничтожила новгородскую власть, лишила их независимости. Кроваво, подло и жестко в память о битве поставили памятник с мемориальной доской. Оказывается, битва была за объединение разрозненных княжеств единое российское государство. Марк Твен принимал участие в экспериментах Николы Тесла Посмотрите на фото. Марк Твен участвует в опыте с током высокой частоты, который проходит через тело человека и зажигает лампу на калионе. На заднем плане у выключателя Никола Тесла. Фото 1895 года. После смерти Никола Теслы ФБР изъяло все документы, инструкции изобретений и рукописные записи, которые до сих пор не были обнародованы. Грабовский меч с удивительным составом найден в Польше. Ученые провели исследования и установили, что оружие изготовлено примерно в 400 году до нашей эры. Меч сделан качественно. Посмотрите на орнамент рукоятки, странные насечки, линии, круги, овалы. После проведения спектрографического анализа обнаружен состав меча 10% меди, 5% магния и 85% алюминия. Как такое возможно? Ведь алюминий в чистом виде впервые был получен только в 1825 году датским ученым Хансом Эрстедом. Летающая машина в 1709 году. В 1709 году священник иезуит Бартоломео Дегумжан перед португальским дворцом Кассо да Индия продемонстрировал летающую машину тяжелее воздуха, летая перед дворцом. В движение его приводили два разных магнита, находящиеся внутри сфер. Сверху располагалась металлическая решетка, входившая в систему движителя. А в задней части находились движители. Самолет с соплами на магнитной тяге. На гравюре с описанием полета это выглядит именно так, привычно и технически понятно. После демонстрации гумжанам заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции и изобретатель бежал в Испанию. Не дотянувшись до автора, Инквизиция устроила переписывание истории. Все поздние исторические источники превратили привычный самолет в дирижабль, а затем в игрушечный воздушный шар. Продвинутые технологии извратили до уровня городской байки. Люди знали о динозаврах в 16 веке. Это доказывает полотно самоубийства Саула, надписанное в 1562 году. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите в центре картины трех боевых динозавров, на которых восседают всадники. Это может быть дракон, если учесть во внимании, что в мифах дракон – фольклорное название динозавра. Так каким же образом эти древние животные могли попасть в мифы и легенды, если, согласно общепринятой научной теории, динозавры вымерли за десятки миллионов лет до появления человека. Структура древнеславянских календарей отличается от принятой системы исчисления. Славяне исчисляли время не годами, а летами. Отсюда и эти слова «летопись», «летописец», «летоисчисление». Мы спрашиваем, сколько исполнилось лет, сколько прошло лет, говорим о многолетних растениях и друг другу желаем многие лета. Календарь построен на шестнадцатеричной основе. 16 часов в сутках, 16 лет составляет круг лет, 16 чертогов в сворожьем круге. При этом славяне считали не века, а круги жизни. Один круг жизни вмещал в себя 144 лета. 16 умножить на 9 – это период, за который человек должен выполнить свой рок. Жизненное предназначение. Строительство мегалитического комплекса «Сигирия». Монолитная скала высотой более 200 метров, на ней руины возрастом около полутора тысяч лет. На вершине скалы каким-то образом оказалось около трех миллионов кирпичей, из которых когда-то был построен храм. Только в скале нет ни одной лестницы, ученым пришлось самостоятельно заказывать металлические лестницы, чтобы посмотреть, что же там наверху, как добирались древние строители на скалу, как доставляли миллионы кирпичей, как поднимали глыбы мрамора, которыми был украшен храм. Мрамор в Сигирии не встречается, одна мраморная ступенька весит 20-30 килограмм, а там таких ступенек тысячи на высоте 200 метров. Почему совершенно недавно произошла ядерная война? Собрали факты. Наличие тектитов – стекловидной массы, которая образуется при плавлении камней и земных пород при огромных температурах. Воронки от взрывов на всей территории Земли, особенно в Африке, Глаз-Сахары. Залежи каменного угля. Он образуется только при взаимодействии сверхвысоких температур на древесину, в отсутствие кислорода. Во многих залежах угля были найдены следы радиации. Найденные следы мутации у останков по всему миру. В 17-18 веках люди ходили в париках. Облысения из-за радиации. Сибирское царство после 1676 года не подчинялось Москве. Сибирь изучал Миллер, но его труд «История Сибири» доведен только до 60-х годов 17 века. Потому что после «История Сибири» стала опасной. Это была уже история чужого государства, враждебного. Следы забытого историками государства есть на картах. На чертежах Делиля, карта Московии и Южный лист, мы видим надпись «Тартария Московитая», то есть Тартария Московитов. В это государство входило царство Казанское и царство Астраханское. Именно так обстояли дела в начале 18 века при Петре. Он контролировал весьма незначительную территорию бывшей Руси, от Прибалтики до Верхнего Дона. Но Москва тогда была еще приграничным городом. Для чего существовали камины в 19 веке? Помещение такого объема невозможно прогреть камином, только если жечь дрова постоянно. Но в помещении бы оставалось много отходов от горения, зола, пыль и стружка с дров, копоть. Да и где рядом хранить дрова в таком объеме, чтобы подбрасывать? Камины слишком задекорированы, чтобы в них жгли дрова. К тому же вокруг деревянный пол. Картина на камине от постоянной температуры горения высохла бы, потрескалась. Интересно разобраться в значении слова камин. Это глагол ком-ин – войти, входить, поступать, поступить, приходить, заходить, прибывать, вступать, наступать. Швейцарские часы из древней гробницы в районе Гуанси. Ученые сначала подумали, что это кольцо, но, очистив артефакт от пыли, обнаружили, что держат в своих руках изящные швейцарские женские часы. Необычная находка похожа на кольцо с циферблатом. На циферблате время 10.06. На обратной стороне выгравирована надпись на английском Swiss, что означает «швейцарский». Возраст гробницы, где была обнаружена эта находка, 400 лет. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад Вас видеть на своем канале снова.